Любимые аксессуары в гардеробе Никиты Кавалерова – бронежилет, патроны и автомат. И хотя поле боя не настоящие, эмоции вполне живые. В Бобруйское братство по страйкболу мужчина попал еще год назад и с тех пор почти каждую неделю выезжает на сражение. Адреналин и командный дух – главные составляющие идеальной игры. Все тебе помогут, подскажут. И нету тут почти разногласий, ну такие спортивные моменты. Поэтому все желающие, кто хочет, особенно у кого сидячая работа, побегать по лесу, подышать воздухом, очень хорошо. Минск, Могилев, Гомель, Брест, Витебск – 16 белорусских городов съезжаются в Бобруйский район, чтобы сразиться не на жизнь, а на интерес. Под эгидой ДОСААФ в рамках дружеской встречи почти 300 вооруженных до зубов страйкболистов готовы захватить и удержать территорию. Это наши сидят, давай вперед туда. Вперед, Душман, на Капанир туда. Страйкбол – военно-спортивная игра с максимальным приближением к реальным боевым условиям. Участники отыгрывают сценарии и выполняют задания. Самое важное – честность, так как снаряды не оставляют отметок, а бойцы сами признают попадание. На карте расположены четыре точки. Эти точки команды должны захватить. Условно, каждая точка вырабатывает какой-то ресурс, необходимый этой команде. Это просто игровой предмет. Условно назван какой-то предмет, например, камень, бутылка какая-нибудь. Ну, смысла об этом нет. То есть, смысл в том, чтобы его взять и отнести на вас. То есть, вы его захватили, принесли, вам это принесло очки. Снаряжение, камуфляж и ботинки – здесь обязательное условие. Также нужны очки или маска, чтобы защитить глаза. Минимальная сумма экипировки – тысяча рублей. Используют также пневматическое оружие, пиротехнику и даже вооружают автомобили. Все приобретается в специализированных магазинах. Автомат Калашникова – внешне полная копия своего собрата. На деле же игрушка, хоть и вполне серьезная. Внутри – пластиковые шарики, которые вылетают со скоростью 150 метров в секунду. Главное отличие от оригинала – у него нет отдачи и им невозможно ранить. В Бобруйске существует свой страйкбольный клуб. Рады здесь каждому участнику. Чтобы начать играть, не требуется никаких регистраций документов. Однако стать частью боя можно только с 18-ти. Мы есть во всех социальных сетях. В основном, конечно же, это социальная сеть ВКонтакте. Любому из ребят можете написать, связаться. У всех есть мобильные телефоны. И мы с удовольствием поможем, расскажем. Как финансово, так и в любом плане поможем. Обычно игры в Бобруйске проходят каждое воскресенье. Участвуют в них около 30 человек. Битва городов открыла сезон 2022. Год только начался. Поэтому впереди еще больше сражений. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.